В этом выпуске программы «Спорткурьер» мы пообщаемся с Игорем Ковалевичем и узнаем, в каком режиме находится команда и какие цели стоят перед Гродненской дружиной. Мы вчера вернулись из Мариамполя, играли заключительный товарищеский матч с Удовой, с чемпионом Литвы. 3-3 сыграли. Это уже перед чемпионатом какая-то объективная информация, с кем мы будем выходить на первый матч. Вся предсезонка прошла в плановом режиме, то, что мы планировали, все получилось, все условия, которые мы хотели, нам были предоставлены. Единственное, немножко, может быть, в этом контексте выпадает игра с крумкачами. Мы все-таки подготовку строили под две кубковые игры, и они были нарушены, поэтому что-то пришлось по ходу менять, по ходу менять спаррингов. Ну, это не от нас все зависело, мы стали в той ситуации, скажем так, заложниками. А так все прошло нормально. Конечно, есть проблемы, то, что есть травмированные игроки. Вот перед заключительной игрой сломался Филипп Рудик надолго, Лахилова сухожилие порвал. Есть проблемы со здоровьем у Зубкова, у Януша, вот сейчас только восстанавливается концевой. Ну, это такие рабочие моменты, поэтому у нас сейчас в обойме 27 футболистов. Пока мы не знаем, будет Чеботаренко у нас или нет, там они решают трансферные вопросы. Ну, а так все готовы, ребята. Каким играм готовитесь сейчас? Кто у вас ближайшие соперники? Мы сейчас готовимся к игре с Витебском 30 марта. У нас Витебск, потом Слузск, потом Днепр, потом Торпеда Минск и Динамо Минск. Вот это первые пять туров. Сейчас мы планомерно готовимся к игре с Витебском. Мы с ними играли здесь 6 марта. В общем-то изучаем соперника, исходя из тех игр, которые они провели на сборах. Поэтому подводим своих игроков. Вот сейчас наша задача за эту неделю оптимизировать состав, оптимально подготовиться к игре с Витебском. По поводу тех игроков, которые недавно пришли в команду, что можете сказать? Насколько они адаптировались, насколько друг к другу притерлись целый механизм теперь? Можно ли сказать, что вот сейчас механизм заработает в полной мере? Либо еще вот есть моменты. Я благодарен руководству клуба, руководству города и мэру города, что нашли все понимания о том, что надо сохранить костяк команды. Из основного состава в прошлом году у нас ушли Климович и Савицкий. Вот мы искали точные замены. Была проведена за межсезонье очень большая селекционная работа. И мы, в принципе, точно укрепились. Остальные ребята остались. Но вот исключение, конечно, это травма Рудика, на которую мы очень рассчитывали. Это для нашей команды один из стилеобразующих игроков. Вот так получилось. А так на позицию Паши Савицкого мы пригласили Виталия Квашука из Витебска. Он хороший сезон провел. Мы очень рады, что руководству клуба удалось договориться с Николаем Янушем. Из Солигорска пришел Леня Ковель. Мы его хотели в прошлом году. Опоздали на один день. Он как бы гродинский воспитанник. Я ему звонил в прошлом году, но он уже подписал контракт. Пришел Мукам. Хороший футболист очень. Мы много за ним смотрели. Были у нас видеоматериалы. И то, как он провел игры. И вернулись с аренды наши ребята. Вернулся Лешко, вернулся Забелин, вернулся Чеслюкевич. Сейчас вернулся Журневич. Очень хорошо выглядит Чеслюкевич. Очень хорошо выглядит. И мы взяли Белорус. Это Макс Лукашевич. Он играл в первой лиге в Литве. Но он забил 60 голов. Из тех ребят, которые ушли, только два человека мы потеряли из основного состава. В принципе, остальные выходили на замену. Вот, по большому счету, у нас получилось сохранить костяк команды. Поэтому думаю, что это самое главное. Все зависит от того, насколько будет замена Советского. Ну, мы немножко перестроили игру. Вот все-таки это был капитан команды. И он 14 голов забил. Поэтому будем посмотреть. Сезон покажет. Ну и какие планы на сезон? Какие цели, задачи вы видите перед собой и ставите перед своими подопечными? В прошлом году мы одержали 14 побед. Это второй показатель за всю историю Гродно после 2001-2002 года. Когда было 17 выигрышей. Поэтому мы ставим задачу в каждой игре радовать болельщиков, радовать зрителей. Чтобы люди приходили, аплодировали за то, как мы относимся к делу. Я уже говорил, что не будет Гродно стыдно за свою команду. Ребята дадут все силы. Что покажет результат? Конечно, мы хотим выиграть кубок. Мы хотим подняться выше того места, которое было в прошлом году. Мы хотим попасть в Еврокубки. Вот эта задача. И, в принципе, вот с этой целью живет коллектив. Начиная от руководства и кончая от футболиста. Я знаю, что ваша команда не была на зарубежных сборах ни разу. С чем это связано? И как в будущем ли изменится что-нибудь? Исходя из той ситуации, в которую последние годы попала Гродно, все-таки есть некоторые определенные финансовые трудности. Это раз. Второе, нам построили манеж. А самое главное, что зарубежный сбор, они, может быть, дали какую-то почву, чтобы были соперники другого уровня, чтобы адаптироваться. Посмотреть себя на уровне других команд, там и российские, там и другие команды, Казахстана, на уровне других соперников себя проявить. Но самое главное, что удалось нам сохранить, это костяк команды. Поэтому я знаю, что с этими людьми делать. Поэтому, наверное, это не суть важна. Конечно, хотелось бы выехать, посмотреть травмы игроков. Они в некоторой степени тоже связаны с часто сменой покрытия. Хотелось бы раньше выйти на землю. Но мы имеем то, что имеем. В данной ситуации не думаю, что это какая-то большая причина. Нет и нет. Поэтому больших проблем нет. И я думаю, что ребята все с пониманием относятся. Так что все у нас будет хорошо. Что ж, желаю вашей команде удачи, чтобы игроки меньше травмировались. С футбольного поля переходим на горячий лед. Пока финалисты чемпионата страны, Неман и юность готовятся разыграть кубок. Первая игра, кстати, состоится уже завтра. Мы предлагаем вспомнить противостояние гродненцев с дружиной из Молодечно. Первая игра. Гродненский Неман радушно принял Зубров. Серия полуфинальных игр получилась весьма интересной. На пути к этой стадии турнира хозяева не испытывали особых проблем. Речь о новополоцком химике. Как итог, серия за красно-черными со счетом 4-0. Отчетный поединок начался с хозяйских атак. Гродненцы ударно провели стартовую пятиминутку, но белосиние с угрозами хозяев справились. Отодвинув игру от своих ворот, Зубры заработали для красно-черных ударение. Две минуты большинства ни к чему не привели. На перерыв команды ушли при стартовых нулях на табло. А вот на старте второго периода большинство Зубров оказалось куда продуктивнее. Голевой брусок на счету Ероха. Буквально сразу же хозяева могли отыграться, но Боярчук не использовал булит. Гродненцы не остановились, продолжили наседать и своего добились. Кислый восстановил паритет ближе к концовке периода, но тут же динамовцы вновь вышли вперед. Кунцевич с передачи Грецкого в меньшинстве послал шайбу в пустой угол хозяйских ворот. Задача молодечницев на заключительную треть была проста – не пропустить, а по возможности забросить еще. Хозяева, минимально уступая с первых минут, конечно, бросились искать счастье у динамовских ворот. Нашел его Богдановский. Счет 2-2. Определить сильнейшего предстояло в овертайме. Дважды за первую дополнительную 20-минутку мог забросить Буйницкий. Не хватило совсем немного. А вот Кислому этого немного хватило. Победа за хозяевами со счетом 3-2. На ответный поединок в Гродно команды подошли с потерями, так как из-за травмы, полученной в первой игре, за хозяев сегодня не сыграл Бадун. Также вне игры оказался и Гринь. Ребят на льду заменили Марченко и Варивончик, а место в воротах было доверено Саманькову. У Зубров изменения минимальные. Черников сменил Карабаня. Отчетный поединок Зубры начали активно. Саманькову знатно пришлось потрудиться, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Динамовцы были настроены решительно. Журня, кажись чуть точнее, мог открыть счет, но угодил с убойной позиции аккурат в голкипера. У Гродницев потенциально голевых моментов также хватало с лихвой. Но Корнаухов с работой справился. А где он и оказывался бессилен, на помощь приходил каркас ворот. В концовке периода удалили Воронова. Во втором периоде удача Гродницам все же улыбнулась. Обидчиком белосиних выступил Кислый, оформивший вчера дубль. Сделать счет равным позже мог Белеевич. Немного не повезло. А в середине периода динамовцы вновь остались вчетвером на целых пять минут. Знахаренко за аналогичное с Вороновым нарушение также получили 5 плюс 20. Большинством воспользовался Богдановский. Заключительная треть прошла с преимуществом команды Пушкова. Белосинии как ни старались, а угроз у ворот Соманькова создали минимально. Даже играя в большинстве. Более того, в этом самом большинстве молодечницы пропустили в пустые ворота. А под конец периода опять же в большинстве окончательную точку в матче поставил Сергей Малявка. Серия переезжает в молодечном. К третьему поединку в серии команды подошли с потерями. Гродницы из-за травм не могли рассчитывать на помощь Бадуна и Боярчука. Динамовцы не досчитались из-за дисквалификации Воронова и Знахаренко. Но на лед вернулись Карабань и Линник. Уже в дебюте матча молодечницы могли распечатать Соманькова, но игра в большинстве серьезных результатов Зубрам не принесла. Немногим позже и Гродницы в аналогичной ситуации также остались ни с чем. За стартовые 10 минут встречи работы у голкиперов было минимальным. В основном броски особой угрозы в себе не несли. На перерыв команда ушли при нулях на табло. Первыми аплодисменты своих болельщиков сорвали Зубры. Причем дважды к ряду. Соколовский и Белевич еще до середины второго периода довели преимущество белосиних до двух шайб. А точный бросок журни и вовсе заставил тренерский штаб гостей сменить Соманькова на труса. Настроение хозяев все же было немного подпорченным. Ближе к перерыву Марченко огорчил Карнаухова. Заключительная треть обещала быть интересной. Красно-черные, чтобы изменить ход встречи, должны были решительно действовать впереди. Динамовцы же могли из этого извлечь пользу, ловить гостей на контратаках. Отстояв на старте периода в меньшинстве, белосиние забросили. Дублем отметился журня. Отставание Гродницы в немногим позже сократил Левша и Кислый. Но это гостям не помогло. В этот раз удача была на стороне молодечницев. Неман проиграл со счетом 4-3. Четвертую игру Зубры начали с мыслью о том, что после одной победы будет и вторая. Поэтому настроились сравнять счет в серии. Тем более, чтобы поддержать хозяев, второй матч к ряду собирается около двух тысяч болельщиков. Динамовцы, кстати, лидируют по средней посещаемости в плей-офф. Субботнего матча как будто и не было. С первых минут отчетного поединка команды включили высокие скорости. Такая игра никому дивидендов в первом периоде не принесла. Хотя дважды за стартовую 20-минутку шайба в воротах все-таки побывала. И в Молодечнинских, и в Гродненских. Но в обоих случаях судьи после видеопросмотра разводили руки в стороны. Счет был открыт во втором периоде. Это Степанов огорчил Корнаухова. Но запомнился этот отрезок матча вовсе не игрой команд, а большим количеством удалений. Два из них были и вовсе до конца поединка. Лисичкин и Летов получили по 5 плюс 20. В определенный момент командам пришлось действовать на площадке в формате 3 на 3. Минимальное отставание оставляло Зубрам шансы все исправить в третьем периоде. Поначалу получалось не очень. Работы у Туруса было минимально. Гродненцы более активно смотрелись в атаке. А получив большинство, воспользовались им, увеличив преимущество до двух шайб. До конца оставалось около 10 минут. Могли Зубры забросить, сняв голкипера, играя в формате 6 на 4. Но у них не вышло. Динамовцы продолжили играть с пустыми воротами и своего добились. Отличился Белевич. Но буквально сразу же Степанов вновь сделал преимущество гостей комфортным. Забросить еще у белосиних не получилось. Неман впереди. Со счетом 1-4. Серия переезжает в Гродно. На такой крайне важный поединок динамовцы недосчитались сразу нескольких игроков. Кирющенков, Кунцевич и Черников просто не попали в состав. Кудин был отправлен в БФСО «Динамо». В обратном направлении проследовал защитник Вусик. А вот на помощь Соколовского, получившего травму в одной из предыдущих игр, белосиние не смогут рассчитывать уже до конца сезона. В свою очередь завершилась дисквалификация у Знахаренко и Воронова. Они сегодня в составе. У Немана также не обошлось без потерь. Лисичкин получил два матча дисквалификации. В остальном без существенных изменений. Чтобы обыграть Неман и продлить серию, белосиним нужно было повторить почти невозможное. Лишь раз в истории плей-офф экстралиги команда, уступающая в серии 1-3, сумела сравнять счет. 9 лет назад Юна сделала такой трюк финальной серии с хоккейным клубом «Гомель». Как и предыдущие матчи полуфинальной серии, отчетный поединок команды начали, как говорится, с места в карьер. Работы у голкиперов было немного, но скучать им не пришлось. В середине периода оба коллектива имели шанс реализовать лишнего, но никто дивидендов из этого не извлек. Уже в дебюте второй 20-минутки Трус отразил атаки динамовцев. Шайба после серии рикошетов должна была залететь в сетку Гродненских ворот, но, увы, там не оказалось. Пожалуй, самый перспективный момент упустил Рак. Убежав из бокса для штрафников на рандеву с Трусом, переиграть последнего у Ильи не получилось. А вот Логанову это удалось. С пятака Артем нашел брешь в девятке хозяйских ворот. Старт заключительной трети начался для молодежницев с меньшинства. Так, ничего и не придумав, имея на площадке лишнего, уже красно-черным пришлось обороняться. Амбражейчик оказался один на чужом пятаке. Бросал Дима между щитков, но Трус успел их свести. А немногим позже хозяева усилиями Стефановича восстановили паритет в матче, переведя игру в овертайм. Неман, к сожалению, опять проиграл в овертайме. Забил Гаврус. Серия переезжает в Молодечно. Победный состав не меняют. Возможно, таким принципом руководствовался тренерский штаб молодежницев при формировании стартовых пятерок на отчетный поединок. Шестой матч в серии был очень важен. Начали динамовцы резво. Уже на 27-й секунде встречи счет открыл Белевич. Буквально сразу же гродницы могли восстановить паритет, но в обоих голевых моментах Корнаухов и защитники нейтрализовали угрозы гостей. И все же уйти сухим на перерыв динамовскому киперу не позволил Стефанович. Гродницы во втором периоде активизировались и уже намного чаще гостили в динамовской зоне. Но огорчить хозяев не получилось. Александр Малявка в меньшинстве вышел 1 на 1 с Корнауховым и удвоил счет. Белосиние в атаке практически ничего не придумали. Ни в равных составах, ни в большинстве. Начинали заключительную треть динамовцы в большинстве. На реализацию лишнего у Зубров было полторы минуты. Не получилось. Гродницы продолжили давить, как и во втором периоде. Шансов у ворот Труса было минимальным. Табло замерло на цифрах 1-2. Победа Немана в матче, победа в серии. Далее Неман ждет большой финал с юностью. Первая игра состоится уже завтра в Ледовом дворце в 18.30. Приходите, будет жарко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова